Теплоэнергетики бьют тревогу. Поселок Каштаг этой зимой может оказаться без тепла. Проблема заключается в том, что ремонтные работы по восстановлению системы отопления и водоснабжения, проводимые по заказу Минобороны России, так и не были согласованы с главной компанией, поставляющей тепло в дома. Светлана Тулунова разбиралась в ситуации. Сегодня у жителей поселка Каштаг проблем с отоплением и горячим водоснабжением нет. Дома запустили еще в сентябре. Однако сотрудники ТГК-14 предупреждают, так может быть не всегда. Причина опасений на первый взгляд парадоксальна. Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения, проводимая в рамках капитального ремонта объектов Минобороны. Вся проблема в том, что ремонтные работы так и не были согласованы с ТГК-14, а из-за режимности объектов к ним затруднен. В настоящее время ведется масштабная реконструкция объектов. Они проводятся в нарушении приказа Минэнерго номер 115, то есть с нами не согласован проект этой реконструкции. Нарушено постановление 307-е 2012 года, в котором установлено, что должны получаться тех условия на реконструкцию. Они тоже не получены. И, честное слово, очень сильно переживаем за жителей поселка Каштака, потому что в часы максимума нагрузок мы не знаем, в каком состоянии будет потребление объектов Минобороны, к сожалению. Специалисты опасаются, что после реконструкции военные части, расположенные в поселке, станут потреблять больше тепла. А значит, нагрузка на ветхие теплосети увеличится в разы. Кроме того, при таком раскладе живым домам наверняка не будет хватать тепла. Конечно, о глобальном замерзании пока никто не говорит. Речь идет о том, что температуры в квартирах могут опуститься значительно ниже привычных. Почему строительная компания отказывается идти на контакт с ТГК-14 и не соблюдает правила подключения к системам теплоснабжения, для нас так и осталось загадкой. Получить комментарий от представителей Минобороны нам не удалось. А представители ОАО РЭУ, которые специалисты ТГК-14 считают исполнителями заказа от Министерства обороны, свою причастность к реконструкции опровергли. Светлана Тулунова, Виталий Литвинцев. Время новостей.